всем привет это тип топ тв и я марина и вы снова со мной я с вами а я уже у светофора дзержинский это московскую область 4 километра мука посмотрим сейчас с вами на новинки в морозильниках завоз вот вы говорите марина не открывай не вымораживай а вот видите все открыто и вымораживается потому что здесь сейчас происходит загрузка выгрузка и ничего страшного же не происходит что все открыто креветки 7090 175 чебуреки с говядиной так это так скумбрия 158 судак 432 при том филе 7 83 кижуч 459 80 вот оно все как выглядит конечно же креветки не добраться очень большой толстый слой глазури но там так и написано на упаковке 30 процентов всего остается креветочного мяса остальное это налить уйдет с водой но на этикетке так и написано а вот она большая рыба кижуч по моему до ударение правильно вот она филе судака мне понравилось я с удовольствием готовлю ваненые пакеты жалко 628 например кило 400 вот такая упаковочка на кассе я думаю нужно перевешивать потому что так 7 вот это кижуч но весь красный замороженный бутыл хвост но получается не так и дешево смотрите вот такая рыба килограмм 700 на 800 рублей 800 рублей это вообще 900 не знаю я пока брать не буду мне даже некуда положить ее надо или сразу пилить или на балкон на мороз в общем возникает сразу несколько проблем где хранить и как пилить потом наш гранд коктейль все уже объелись и пилить рикотто 131 рубль отличный классный сыр 500 грамм это недорого мы с вами уже знаем тем более без заменителя молочного жира 45 процентов жирность много блюд с ним можно приготовить потому что это как полуфабрикат и на маски и начинку для пирогов и для сладких и для несладких и для крема и для чего угодно даже в лазанью сыра я не буду рассматривать потому что заменителем молочного жира практически все о которой написано что без заменителя молочного жира я в это не верю в эти сказки поэтому он и выглядит не аппетитно вот бледный но опять кто-то скажет что я не права что вкусные брали ели и все понравилось так же как и с творогом без молоком без маслом вот например 9 процентный написано без заменителя молочного жира сто тридцать девять рублей но у меня есть тестирование все можете посмотреть мне такая продукция не нравится вот это масло у меня заплесневело прямо на дверце холодильника и такая упаковка и другая где там буренка 110 рублей хотя написано без заменителя 500 грамм 82 и 5 но что-то с этим маслом не то так же как и сметана деревня счастливого тоже без заменителя молочного жира 94 20 за килограмм ведро но я делала тестирование можете посмотреть результаты потому что чтобы не быть голословно здесь с плесенью сырок пока я не вижу ну ка это что такое а это молоко сгущенное я такое уже брала будем тестировать значит колбасы студень что здесь еще куриный от помеча курина рулет 224 60 из интересного вот что я здесь увидела а это шейка по-царски это анком санкт-петербург стоит 184 рубля за 300 грамм варена нарезка сырокопченая до вакуумная упаковка категория b 300 грамм упаковки такие смотрите дутенькие упаковочки по 115 рублей 300 грамм категория b это классический бекон отяшевский но категория b вот так выглядит смотрите неплохо там с мясом можно выбирать есть даже вот более мясные кусочки но копченый сырокопченый все что копчено это мы с вами знаем это не натуральное копчение пропитывают такими составами которые канцерогенные нежелательно копченая ничего брать а это что такое тут огромное сало запеченное с можжевеловыми ягодами категория g господи вес нарко-эко прод 187 20 фигурю g мы с вами уже давненько не видели вот она сало от фомича сервела 280 категория вот категория хотя бы берите варенокопченый гост анком да это более-менее давайте посмотрим что на первом месте вот на первом месте грудинка свиной никакой курицы механической обвалкой а именно грудинка свина говядина свинина посолочная смесь вот это я понимаю варенокопченая колбаса сервела кто пробовал расскажите это анком по крайней мере вот категория а все проходят мимо берут какую-то ерунду на самом деле что здесь такое щедрая сибири я помню очень соленая от нее колбаса значит категория не написано а даже написано полусухая без мяса птицы уже предупреждают что качество должно быть получше да и в составе на первом месте свинина говядина но не написано какая категория это уже заставляет задуматься грибы здесь уже конечно не в кондиции даже трогать не буду ведь они уже подсохшие да они даже легкие по весу 126 90 один килограмм шампиньоны королевские но они уже потеряли свой королевский вид жалко дата выработки у них 8 февраля до 1 марта годность но я думаю что до 1 они уже не доживут смотрите как поганки шейку то я все-таки взяла буду дома пробовать тестировать посмотрим анкому я доверяю и шейку вообще сложно испортить но будем смотреть что там в упаковке может не все так как кажется вот еще из какой бекон домашний мпк тверецкий тверецкий смотрите не тверскую не тверской кто у меня исправляет постоянно категория b так и написано дверецкий я же не придумала 274 50 вот он какой и нужно его резать выглядит аппетитно конечно жалко что категория b но зато большой плюс что он не копченый но какой ну-ка капчу а капчу на вареный состав свинина пищевая добавка и так далее все-таки копчением его испортили а может наоборот кому-то нравится в этот раз не мясо привезли а привезли бедро особая охлажденная 150 рублей за килограмм 60 копеек еще россия вот как все это выглядит лежат пакетики для того чтобы сюда просунуть руку и себе положить сколько нужно запаха никакого нет выглядит неплохо кто брал напишите как они вообще в готовке хорошие ли мясо в результате в общем 150 рублей за килограмм давайте посмотрим что за комбинат бедро особая валом части тушек цыплят бройлеров произведено а вот петелинская птицефабрика в московской области одинцова петелинская петелинка 20 февраля между прочим свежая до 26 годность так что здесь прилично вот рыба мне фирма а на самом деле здесь внутри кита холодного копчения разделанные филе ломтики в вакууме это рыба меч до годность до 2 апреля неплохие ломтики но цены нет вот 168 50 есть смотрите еще какие наборчики вот такие это кита холодного копчения так а там что было кита холодного копчения почему она здесь такого цвета мне кажется это что-то ошибка что ли смотрите кита холодного копчения и кита да тоже такая бледная где-то же была и поярче вот и кита холодного копчения да вот это самая бледная какая-то серая и вот это цена одна цвет смотрите какой разный все выбрались мы сами из холодильника посмотрим что же здесь вкусненького сладенького печенье сахарное с газированным дном килограмм от долгоруковской шоколадной фабрики липецкая область 97 90 но конечно же это не шоколад а шоколадная глазурь и мне даже не хочется брать такие упаковки смотрим дальше может быть что-то все-таки понравится с вами ростов-на-дону улице солидарности какое-то печенье с начинкой килограмм 200 157 рублей вот какие-то как и клерчики да с начинкой сгущенка вареная килограмм 200 186 70 тяжелые это все галл помните их трубочки знаменитые вкуснющие наверное возьму возьму посветлее вот эти с вареной сгущенкой не устоять конечно хоть и выглядит не фонтан оказывается знаете что значит выражение не фонтан сегодня только услышала оказывается говоря не фонтан мы имеем ввиду что не очень хорошая правильно качество оказывается раньше не помню в каком веке в общем в каком городе неважно брали воду из фонтанов там была артезианская вода и хозяйки если пробовали и говорили не фонтан значит не из фонтана была взята вода в общем вода была значит не совсем чистая не артезианская вот это выражение откуда и пошло так что не фонтан конечно но надо все пробовать вафли веселая челочка о господи сгущенное молоко килограмм 16 179 30 веселая телочка такого названия мы с вами еще не встречали здесь ну вот и все на сегодня я надеюсь что это видео было вам полезно а также интересно а если это так ставьте лайк подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие выпуски с вами была марина канал тип топ тв подписывайтесь на мой канал